Добрый вечер Которые есть в нашей стране Аль, опять-таки вопрос Как относишься к алкоголю? Отношусь скорее положительно, чем негативно Потому что это настроение Это энергия И я не употребляю никакие скоростя Поэтому для меня Алкоголь является таким себе Повышением настроения Я бы так сказала Расслабляешься с помощью Ну да, да, и энергия придает Ну, конечно Это же безобидно Все мы считаем, что это безобидно Но в определенных пропорциях это считается Смотрим Танцовщица Руководитель студии Просто пусть будет руководитель Дизайнер, диджей Модель Сюда бы я еще добавила актрису Хочешь попробовать? Очень интересно, конечно, попробовать Но в последнее время, когда я ходила на премьеру украинских фильмов То это скорее всего Больше похоже на Просто игру для себя Я бы так сказала Наши звезды Вот я их всех люблю и уважаю Но просто не в украинском кинематографе Я бы так сказала Наши тема сейчас не самые лучшие Но мы надеемся на лучшее Почему бы и нет, конечно Я все-таки даю каждый раз надежду И каждый раз радуюсь за всех, кто пробует себя в роли актрисы И в принципе кому-то получается, а кого-то нет Все равно это опыт Это интересно Ну, это понятно Подписчики в инстаграме добавляются Все нормально О, да Это самый главный измеритель просто сейчас Популярности Популярности, да Смотри Еще хотела тебя спросить Оно как-то так получается, что ты танцуешь И тут играешь как диджей Как оно так получилось? Ну, просто такая концепция шоу Которую мы ставим вместе с хореографами В принципе, со всей командой Которая у нас Вот Шоу просто построено как бы под ключ Когда я выхожу вместе с девочками Когда у нас полноценная программа идет Мы выходим все вместе сначала на пост На постановку Вот Я вместе с ними танцую Потом я перехожу за пульт Девочки работают залом И работают со мной Работают на сцене У них там свои обязанности Это расширяет возможности Расширяет интерес Это не просто сухо Стал, здрасте, я Олег Калиниченко Стал за пульт Что-то там отолобал два часа И поклон Всем спасибо А то, в принципе, иногда даже и не поймешь Стал приглашенный диджей за пульт Да, не стал приглашенный диджей за пульт Вот Как бы А у нас нет У нас все сделано посерьезнее Как мне кажется И все-таки, когда девочки работают со мной Это гораздо оживляет публику Чем если я стану одна То есть это часть шоу Это не твое там отдельное желание Быть отдельным диджейом? Я играю отдельно Но это, в принципе, не Я не позиционирую себя Как вот я приезжаю Отдельно отыграла свою Нет, я позиционирую себя как диджей Потому что я училась Я умею там что-то Вот Как бы И я в своих силах не сомневаюсь Для того, чтобы стать И отыграть свой сет Но я люблю Полноценную картинку Я люблю масштабность Я люблю охват Я люблю взаимодействие Мне скучно стоять два часа просто За пульсом Да, конечно Эстетия вот мне нравится Когда вот, знаешь, сцена наполнена вот таким вот шоу Элементами даже Да даже не элементами А просто шоу Это выглядит полноценно и красиво Ну, одна, когда я играю Я все равно выхожу в зал Потому что мне мало того, что я стою два часа Мне кажется, что я теряю Ну, там, час ты выходишь, работаешь на энтузиазме Для тебя все новое Там, новая аппаратура стоит Там, стол что-то где-то там Новый клуб, новые люди Ты на них смотришь Обмениваешься энергией и так далее Но через час это уже становится как бы А что бы еще такое сделать Вот Мне нравится выходить к публике Мне нравится выходить перед плейсом Вот Мне нравится танцевать Мне все равно нужно что-то добавить Потому что моя душа отря будет большего Чем просто постоять И просто хочет праздник Да, да Потому что я выхожу уже не просто дарить людям Красивую там программу, картинку и так далее Вот, настроение Но я ведь и тоже хочу от этого кайфануть Не просто же хочется стать и Так сказать, отработать и лабе Ну, понятно Это понятно Тем не менее Просматривая твой инстаграм У тебя больше фоток вот Открытых Вот Раскрепощенных таких При создании шоу Биокуклы Да, это было давно Тем не менее Концепт Вот Открытый Женской голой груди Как он тебе пришел вообще? Я работала моделью Бабадиарту Очень много лет Вот И когда просто уже начала создавать свое шоу А хореограф я с детства Я просто танцую всю жизнь Вот И в клубах работаю лет так, наверное, 12 Вот Поэтому в какой-то момент просто захотелось вынести все это на более широкую публику И сделать все это красиво На тот момент было всего-то одно лет-шоу в Украине А, нет, два Извините, два Это семь лет назад, по-моему, где-то так Вот Было всего два лет-шоу И все только вот начиналось-начиналось Вот И тема топлиса для меня была очень интересная И хотелось ее показать людям Именно с эстетической И со стороны Интереснее, чем стриптиз Потому что стриптизе я никогда не была Я не знаю, в принципе, я не умею работать стриптиз Вот Мне не очень интересен А вот сделать так, чтобы вышли длевочки топлис И все прям замерли Чтобы это было красиво Чтобы это было эстетично Чтобы когда работаешь с залом, это не было пошло Это самое главное Что я всегда И девочкам, в принципе, и ребятам, которые заказывают программу Говорю о том, что Ни в коем случае нельзя, чтобы было пошло И нельзя, чтобы к нам дотрагивались Поэтому Здесь мы выходим И сами все сделаем Девочка сильная, независимая Вышла, сама все сделала Вот Да, сама людей к себе поманила Ну да Все как надо Тем не менее, вот передает вашему шоу Вот даже вот этим танцам Даже эта грудь смотрится очень классно Благодаря твоим костюмам Которые Я просто когда узнала, что ты сама делаешь каждый костюм Ты правда сама вручную это делаешь? Да Я их сначала шью, потом обшиваю светодиодами Я спаиваю их То бишь я их паяю с паяльником Вот То есть тебе никто не помогает? Ты вот стоишь Нет Ну это вряд ли стоишь Там можно просидеть там долго очень Да Вот Потому что костюмы на самом деле сложные Это так смотрится в первый взгляд Там кажется, что все понятно На самом деле там столько всего встроено и вмонтировано Для того, чтобы там не давило Там не переклинило Там ничего не этот Там везде провод достал И все под костюмами проведено Поэтому там достаточно серьезные такие решения принимались Ну и смотрится это очень дорого Спасибо На это и мы были на цели Потому что никогда не хотелось бы, чтобы это было в состоянии примитива Потому что ну как бы понятное дело, что костюмы копируют и так далее Сейчас наших копий очень много И все они сделаны там, грубо говоря, за три копейки Я очень радуюсь тому, что у нас самое дорогое Это самое дорого сделанное, я бы так сказала То есть начиная от дорогих тканей, которые у тебя есть Да И там заканчивая, не знаю, маленькими фурнитурочками Ну конечно, да, стразиками Я специально для того, чтобы шить костюмы Я закончила Академию Андритана Вот именно по разделу сценических и вечерних платьев И специально знала, что ты хочешь делать Да, да, да Слушай, и это такой, знаешь, как тонкая ниточка такая, которая проходит через все это Ну да, каждый раз просто, когда ведешь свое шоу Каждый раз сталкиваешься с какими-то моментами, которые ты, например, знаешь, что ты либо не совсем хорошо умеешь делать Либо, например, не умеешь делать, да? Я всю жизнь не умела паять Столкнулась с тем, что когда мы приехали на гастроли У нас на гастролях сломался костюм Вот, и как бы мы не смогли дальше выступить Я целый день ломала голову, что мне делать, что мне делать Вот приехала домой и решила себе такую задачу поставить, что я должна сесть и научиться Вот, я пригласила ребят, которые мне показали, все рассказали, как они делали до этого В принципе, наши же ребята, которые делали еще когда-то там, как только-только биокуклы начинали появляться Вот, мне рассказали, показали И на сегодняшний день я рада тому, что в любой непонятной ситуации я мало того, что поремонтирую А во-вторых, что я ни от кого не завишу Я не завишу по срокам изготовления костюма У меня есть настроение, есть время, я села себе, сделала Вот, но на изготовление одного костюма у нас уходит около двух месяцев Иногда до полугода уходит Это если очень сложные костюмы, если очень сложные конструкции Там у нас сейчас, например, есть очень много уровней изготовления костюмов Например, нужно сделать одну штуку, потом на трое суток, чтобы она сохла Потом на ней наносится какой-то другой слой, что-то еще делается Ждешь, пока привезут кучу миллионов страз И все тоже задерживается И это один костюм? Ну да, да А девочек сколько были? Девочек семь сейчас И вот ты семь костюмов? Да Для одного шоу? Да, да Нет, не для одного шоу Получается, если на одно шоу семь человек, на три выхода, это семь на три, двадцать один Плюс мой еще А себе ты отдельно делаешь? Да Но у меня, в принципе, там их несколько, вот Я не особо люблю менять, потому что я сделала то, что я хотела давно Мне в костюме комфортно Меня за пультом мало кто видит, так сказать, ниже пояса Главное то, что надо видеть Главное то, что сверху Да, что сверху и то, что он светится На голову я себе ничего не могу нацепить А вот девочек я балую тем, что я постоянно работаю над новыми костюмами И они сложнее, объемнее, мощнее, ну и тяжелее, конечно Чего они, наверное, не очень нравятся А сколько стоит, примерно, один костюм? Вот, денежного экземпляра Ой, ну это так очень сложно почитать Потому что никогда не готовится один костюм в одном экземпляре Готовится, например, там одного костюма есть два экземпляра Другого костюма есть пять экземпляров И ты, ну в принципе, я никогда даже не считаю Потому что приезжаешь на закупку, например, по одному По другому, там по третьему Когда все скупил, я никогда не суммирую Но это очень дорого Это не тысяча долларов за костюм и не две Вот, если мы готовим шоу, например, новую программу Я могу там сказать, что я там выделила, например, 10 тысяч долларов Вот, на какую-то программу, которую вот Ну как, почему это на какую-то Которую мы выпустили перед Новым годом на 6 человек Вот, где-то порядка, когда я суммирую в голове Понимаю, что это приблизительно где-то около 10 Плюс-минус, куда-то туда-туда Это, ну оно того стоит Я просто смотрела, я работала с твоими девочками в одном клубе Да и с тобой, в принципе И ты вот, две девочки работали Но девочки, две девочки, я всегда говорю, что две девочки, это не шоу Две девочки, это подтанцовка А шоу, это как до нас утром Я просто видела, я просто видела вот это твое трепетное отношение к тому, чтобы девочку подсадить, поднять ей платьице, положить, подвинуть, чтобы не дай бог ничего И ты их просто, я просто наблюдала, стояла с микрофоном И я просто вижу, как ты их вывела, поставила, распремела это платье, и все У девочек остается только двигаться, знаешь, вот только создавать вот эту видимость Это все настолько вот у тебя трепетно получается, вот подходу к этим костюмам, что, ну правда, это очень Ну я очень рада, что это видно, потому что я на самом деле очень люблю свой проект И для меня это мое детище, прям такое Это вся моя, ну не то, что, конечно, вся моя жизнь, да, но это дело моей жизни Я очень люблю, и я просто работала на других, так сказать, шоу-проектах, да, там, где отношение к работнику было вот как к строителю, грубо говоря Пришел, отработал, идешь домой и думаешь, господи, слава богу, это закончилось Вот, Яре делаю так, чтобы, в принципе, вся команда, у нас два концертных директора, которые остаются, потому что у нас не одно выступление за ночь У нас там может быть два, может быть три выступления, и нужно, чтобы на каждой площадке был кто-то, кто будет смотреть и за девочками, и за тем, чтобы у них райдер был соблюден, водичка всегда была, чтобы их никто там не напал на них, но я имею в виду, за сцены Ну, это, конечно, все смешно-смешно, но когда-то у нас был случай, когда мы выступали, и мне, это был корпоратив IT-компании, и мы все знаем о том, что как бы на корпоративах всегда все очень весело, вот, и да, и алкоголь И мужчина просто разбежался и выпрыгнул мне на спину во время выступления Ты на каблуках, в костюме Да, да, я стояла в костюме, на каблуках, вот, я вообще выступала вместе с девочками, и мужчина почему-то решил, что это будет весело Это будет весело, может, тебе это позволить Да, это будет весело, да Вот, ну, как бы это было очень страшно и очень странно Он завалил меня на пол, вот, а потом, наверное, и сам испугался, и я испугалась, потому что это было очень неожиданно Когда на тебя выскакивает просто на спину, разбегается, и выскакивает мужик на спину А вы не думали с тех пор охрану собрать? У нас есть практически всегда, вот, когда у нас закрытое какое-то мероприятие, мы практически большую часть своих выступлений мы работаем на закрытых мероприятиях Потому что клуб, это клуб, а, как бы, полноценное шоу можно показать только тогда, когда, когда есть деньги Ну, это да, когда, у тебя тоже не дешевое удовольствие, вот, заказать шоу, это все знают Ну, да Поэтому явно что... Ну, у меня и девочки все соответствуют тому, что это не должно быть дешево У нас все девочки с пластиками, у нас все девочки переделанные, сделанные, как бы, красиво И у нас никто не взят с улицы, все с опытом работы, все знают, что они делают Вот, и, как бы, у нас для этого все построено У нас есть хореограф, у нас есть команда наша, у нас есть концертные директора, которые всегда контролируют за тем, чтобы все было так, как оно должно быть А какой критерий отбора, вот, например, кастинг? Кастинг я последний проводила, наверное, полгода назад, да, я добирала еще двоих девочек Обязательно нужно, чтобы был опыт в танцах, потому что никто, в принципе, никого не будет учить На это не будем останавливаться и делать акцент на то, чтобы кому-то научить Нужно, чтобы девочка умела работать на сцене Чтобы она работала топ-лис, не пошла Мне не нужно вот эти вот всякие пальцы во рту, троганье себя и так далее, господи Поотрубала бы руки Вот, мы тут не в Житомире, извините, и не в Боярке Вот, поэтому нужно все делать красиво Девочки, они харизматичные должны быть И должны понимать, что они делают Должны ловить этого кафе Понимать, что когда ты выходишь к зрителю, его тоже нужно настраивать на свой лад Потому что очень часто, например, если это закрытые мероприятия, да, мы приходим, гости сидят Вот, и им то, что вышли две девочки на сцене Раздетые и сделали пару па, как бы их ничем не удивишь Нужно работать с ними, нужно правильно преподносить, нужна улыбка, нужна подача правильная Для того, чтобы гость тоже почувствовал, что он в центре внимания А не просто сидеть где-то там, пока девочки наслаждаются светом софитов Ну да, и с собой Ну и, конечно, ответственность, потому что у нас очень много таких было раньше Когда я только набирала первые составы, вот, было много таких случаев, когда у девочек что-то не сходилось Вот, там кто-то что-то не приехал где-то, кто-то опоздал на поезд Но, как бы, было таких несколько случаев, вот, после чего у меня очень категоричное отношение Если один раз человек что-то сделал, как бы мы больше не сотрудничаем И на сегодняшний день я очень горда тем, что у нас не было ни одного срыва мероприятий За последние, там, мы переделали программу, сделали новые три года назад почти Вот за три года у нас не было ни одного момента, когда бы мы из-за девочек что-то не сделали То есть, по сути, девочки только в биокуклах? Нет, у них есть возможность работать, и не каждый занимается своими бизнесами Кто наращивает волосики, кто преподает танцы, кто там что-то еще делает Ну, как бы, у них есть своя направленность, конечно же Потому что, ну, в биокуклах они себя проявляют Они кайфуют, и я знаю, что им нравится, потому что каждую из девочек я знаю и люблю Потому что их, да, сама я выбрала, вот Конечно, у них есть личная жизнь, у них есть свои увлечения Потому что мы не выступаем восемь раз в неделю, вот И все остальное время можно посвящать себе, себе любимой Хорошо, а по параметрам, там какой-то размер талии У тебя же все костюмы подогнаны Ну, то есть, размер бюста, талия, бедра Тоже? Не, регулируемые, костюмы регулируемые Костюмы отшиваются в трех вариантах На размер XS, на размер S-очка И между S-очка и M-очка, я бы так сказала А где ты все это хранишь, скажи мне, пожалуйста Тома Ну, у нас, правда, новое шоу вышло, вот, девушка в бокале, мартини-шоу Там, где девушка выходит, гимнастка работает на бокале, вот, огромном, таком, 100-килограммовый Вот, и его уже просто не было куда девать, вот И пришлось снять еще одну квартиру Для бокала? Для того, чтобы там и отдыхать, потому что, на самом деле, когда привозишь с гастролей костюмы И когда их, например, очень много Ты это все стираешь, готовишь, и тебе просто некуда потом деться Потому что вся квартира завешана костюмами, которые сохнет Там что-то один на ремонт пошел, там отложен какой-то уголочек Там где-то головные уборы, что-то сломалось, где-то стразик отпал И вот ты приходишь и понимаешь, что тебе просто негде там находиться Просто негде жить, вот Поэтому, да, пришлось снять одну квартиру для того, чтобы там и отдыхать, и хранить Потому что мы еще сейчас выпускаем Леди Фуршет Вот девочки, которые стоят на праздниках, встречают гостей с бокалами в платьях, вот Они тоже весят очень серьезные такие, там, 50-70 килограмм эти столы, вот Их тоже негде хранить На склады, понятное дело, что никто это не будет Потому что это слишком дорогостоящие вещи, ну, как бы, сделать такие Я вот слушаю тебя, правда, знаешь, это, вот, реально, картинка создается, все так красиво, легко Но за этим сколько работы стоит Спасибо Я реально, я поражаюсь, я вот, когда беру интервью у людей, знаешь, я поражаюсь, какие разносторонние, какие грани у людей открываются И то, что мы видим просто в Инстаграме, знаешь, определенную картиночку, то, что человек хочет показать Это одно Но когда ты вот разговариваешь с человеком, да, по поводу того, что он делает, чем он занимается Какие вот подводные камни стоят за этим всем, ты понимаешь, что человек проделал настолько колоссальную работу Для того, чтобы дойти вот до определенного того уровня красивой картинки, которую мы видим Что у меня огромный респект Спасибо большое Потому что это, это надо уметь, на это надо терпение, друзья Поэтому, чтобы вы понимали, вот эти, если вам кажется, что все так просто Вы вышли на сцену, потопали ножкой и все, то, м-м-м А, еще, да, кто-то еще думает, там, пришли, выступили топлес Это легче всего На самом деле, это очень сложно сделать так, да Ну, есть, конечно, наверное, барьер такой, чтобы ты, когда выходишь, у тебя есть определенные ограничения И ты все равно себя контролируешь там, чтобы не сделать это все вульгарно, вот, не преподнести Ты все равно находишься постоянно в ком-то тонусе Ты не можешь расслабиться Вот вышел и сказал, да, пойду Как-то, халтурка, халтурка Вот, как-то там получится Нет, нам надо знать все, грубо говоря, контролировать свое тело Плюс девочки работают в масках Вот, практически каждый образ у нас маски, вот, они все сделаны тоже вручную И каждая маска должна правильно сесть Для того, чтобы можно было и дышать, и головной убор держался И куча проводов везде доставала, то, что там надо, чтобы достала Вот, поэтому там, когда девочки выходят, у них есть такая вот система Я на сцене, я включаю контроль за всем Вот, поэтому, конечно, алкоголь, это, конечно, то, что мы говорили Это, конечно, хорошо, но главное все-таки Ну, не в работе, потому что Контролировать По поводу пластики, мне кажется, это самый частый вопрос, который тебе задавали Скажи мне, ты делала ее для себя или для того, чтобы это вот смотрелось красиво на сцене? Я не могу себя отделить от шоу никак То есть, да, я делала для себя, да, да Я делала для себя для того, чтобы это было красиво в шоу У нас, ну, как бы, я не могу сказать, что есть я отдельно, а есть моя программа Каждую там свою минуту свободную я могу уделять своему делу Где-то, что-то там, кто-то скинул новый трек и такой Куда-то же, куда-то его в программу, там надо вписать Там стоишь, играешь, там что-то где-то Вот, там где-то стразик отпал, стоишь, там что-то прикрепляешь Но ты постоянно находишься в процессе Ты не можешь, в принципе, находиться вне Только если вот ехал на отдых Это единственный момент Вот, и когда мне предлагают контракты Мы никогда не ездили на длительные контракты Я не понимаю состояния, когда ты работаешь Вот чисто приехал, и ты должен пахать, потому что тут платят денежку А, да, да, и ты попал, как бы, в такой круговорот Там, где ты спишь, работаешь, спишь, танцуешь, спишь, танцуешь Вот, как бы, я такого не понимаю, ну, не совсем Я никогда не соглашалась ездить на контракты Я все-таки в этом плане патриотка Я за то, чтобы поднимать отечественный шоу-бизнес И для того, чтобы поднимать культуру клубную И делать все разнообразнее и красивее именно у нас Потому что каждый момент свой я могу уделить своему шоу Ну, ваше пытались куда-то перейти Очень-очень много предложений В принципе, поступало, как только-только мы начали выпускать Там стадионные костюмы, работать топ-лес Вот, а потом, ну, как бы, все меньше и меньше и меньше Все уже давным-давно знают о том, что мы не выезжаем На длительные контракты Я не понимаю, как бы я могла жить без своей швейной машинки Да, это все А если бы тебе сказали, поехали с машинкой? Ну, это слишком, это слишком сложно Потому что у меня такой склад всего, чего надо с собой тащить Надо таких грузовиков, как предвыборная компания И Аля поехала Ну, конечно, да, по городам Поэтому мне комфортнее всего, когда я нахожусь в одной точке отправления Так сказать, это мой дом, это моя мастерская Я уехала на гастроли, я приехала с гастроли И все, я нахожусь в той точке, где мне комфортно Где я могу что-то делать Потому что все-таки такие вещи, как там шить и паять Создавать чего-то, это самореализация Как бы мы ни поставили это Но без этого тяжело Ну, понятно Скучно и скудненько Тем не менее, у тебя красный диплом Да Ты умеешь готовить Вау, сколько информации Ты хозяечка, я тебе так скажу, да? А как, хорошо, тут ты дипломированный специалист Который, да, там разбирается во всех этих нюансах и так дальше А тут ты Аля, которая делает рекламу портупей на голое тело Конечно Что бы ты никогда не согласилась с регламированием, кстати? Никогда не согласилась? Ну, наверное, интимные игрушки Не, я имею в виду в применении Так, да, потому что я все-таки за разнообразие И я часто гость на интервью 18+, там, где мы обсуждаем разные интимные игрушки Всякие смазки и так далее Вот эти вещи, я очень, в принципе, открыта к таким вещам Я всегда за, для того, чтобы, точнее, за интервью такого типа Потому что сексуальное воспитание, оно должно быть, вот И оно должно быть безопасным Поэтому я всегда принимаю такие приглашения с удовольствием большим Вот, но, как бы, демонстрация всех этих принадлежностей Это, наверное, не совсем мое Метарт я как-то обошла И слава, слава И хорошо Ну и брачное агентство, конечно, никогда бы не рекламировало брачное агентство Потому что я знаю, что у меня есть, например, ряд девчонок, которые рекламируют Никогда бы не рекламировало то, что приносит людям опасность Или то, в чем я не уверена Например, гаджеты, которые мне скинули текст, дали денег и сказали, на, рекламируй Вот, как бы, это ложь Потому что я не пользовалась, я не знаю, да И я за то, чтобы, в принципе, понимать, что делаешь Хотя бы Хотя бы За свои-то бабки Отработать Отработать Ну, знаешь, это так, это сейчас, как говорят, так совестно поступаешь, знаешь Когда ты не можешь людям У меня нет угонения за баблом Вот в этом плане Поэтому я могу себе позволить рекламировать только то, что я хочу Или то, что мне нравится Вот Или то, что приносит пользу Конечно, было у меня, когда Мне просили прорекламировать там какие-то доставки еды Или еще чего-то Но я все равно перед этим сначала все ела Посмотрела на себя Ладно Ну, в основном это знакомые Если это еда, значит, это знакомые Или друзья какие-то там вот Или там просят рекламировать Какое-то направление новое Там танцы, танцзалы Или еще чего-то Это в основном всегда друзья Вот Платные рекламы Это одежды Это разные аксессуары Вот там типа как и портопеи То же самое Вот Так когда меня приглашают Вот С недавних пор я просто официальная модель плейбоя До этого-то я еще нет Вот Теперь Садь гонорары Можно повысить Да Так что кто там хотел шмотки рекламировать А как ты получилась на этой столовой? Нет Вообще Это ожидаемо Потому что Руководитель студии танца И балета Которые танцуют Топлис Она не может В принципе Не быть незамечена Ну да В принципе Так и получается Я не верю В то Что можно В какие-то супер журналы Попасть бесплатно Если ты ничего для этого не сделал Вот А девочка с улицы Типа Я шла Ко мне подошли и сказали Ты такая красивая Да Я тебя сфоткаю для плейбоя Ничего подобного Такого не бывает Вот Для этого нужно либо много работать Либо платить деньги Вот Ну как бы я много работаю Поэтому Я горда тем, что я много работаю Но смотри Девушка, которая работает в таком жанре Опять-таки в жанре топлис Тяжело с отношениями вообще у тебя? Потому что Я знаю, что есть такие барьеры Когда тебя мужчина вот воспринимает Вот картинка Девочка с голой грудью Ага Что-то можно придумать У тебя не было страха Вот какого-то такого Заводить отношения? Нет Никогда не было страха Вот Потому что Я выхожу из той С той ситуации Когда я на своей работе Нахожусь Не для того, чтобы Там Не потому что Я куда-то не поступила А потому что Это мой выбор Вот И все мужчины Которые были у меня И как бы У них был выбор Либо ты поддерживаешь Либо просто ничего не говори Вот Ну в принципе Я всегда попадала на тех мужчин Которые поддерживали Вот Находились со мной на сцене Например Помогали Вот Поэтому У меня С этим Никогда проблем не было Это работа А отношения Это отношения Личная жизнь Тоже Я бы сказала Что у меня все В перемешку Нету такого Что Я приехала с работы А одела халатик Вот Накрутила Бигуди И сказала А так все Я дома Мамка дома В принципе Вот Знаешь Какие-то Обычно Все говорят Моя личная жизнь Это за кадром Это где-то там Я ничего Нет Я вот Замечу Что Ты очень Открытая Да То есть Ты не боишься Что там Говорить Говорить Будут Вот Он С каким-то Мальчиком Ну Во-первых У меня Мальчики Постоянные Тем более Мужчина На сегодняшний день Тоже Постоянные И он Находится Практически Всегда Со мной То бишь Не увидеть Его Это Я не знаю Что Либо Подписан Вот Все знают Моя личная Жизнь И никогда Ничего Не скрываю Вот Тем более Что Он все время Со мной Но это Кстати Очень классно Потому что Это Обезопасивает Меня От приставаний На работе Вот Кстати Сколько раз Тебе Звали замуж Было такое Официально Два С кольцом А так То такое Типа разговоры Это так чисто Да Нет Два Это Когда уже Официально Когда уже С кольцом Вот А все Остальное Так Типа Ну Может Мы Поженимся Да Нет Наверное Не поженимся Да Но Я не Приняла На сегодняшний день Предложений Замуж Ни Одну А Просто Душа Не Лежала Да Нет Ну Так Складывались Обстоятельства Да Это Все Обстоятельства Да Это Все Что Надо Знать Нашим Зрителям Это Все Обстоятельства Как парень Твой Относится К тому Что Ты Выкладываешь Вот Такие фотографии Он Тоже Их Выкладывает Свои Фотографии Слушай И это Классно На самом деле Это значит Что он Того Гордится Ну Да Было Было Очень Странно Если Я Встречалась Мужчиной Который Мною Не гордится Потому Что Все Таки Я Тут Не Ну Как бы Всю Свою Жизнь Сложила Для Того Чтобы Сделать Классные Проекты Я Им Горжусь И Очень Было Странно Если Бо Я Полюбила Мужчину Который Бо Не Соответствовал Моим Требованиям Или Я Его Требованиям Не Соответствовала Все Мы Взрослые Люди И По-моему Уже Нету Такого Это Юношеский Максимализм Когда Я В Нее Влюбился Я Сейчас Начну С ней Встречаться И Вытащу С Этого Всего Да Вот Сейчас По-моему Уже Нету Такого Но Благо В моей Жизни Уж Точно Я Взрослая Женщина Я Могу Себе Много Позволить И По-крайней Мере Не Встречаться С Теми Кто Захочет Мне Вытащить Из Этого Говна Тут Еще Аля А родители Как относятся В твоей работе Они Плюсом За все Ну Если они Где-то И минусом За что-то То они Мне об этом Не говорят По крайней мере Я об этом Не знаю Все что я делаю На сегодняшний день Они есть у меня Во всех соцсетях Вот Они могут Мне позвонить И сказать О классная Фоточка Вот Я очень горжусь Своими родителями Тем что Они меня поддержали В тот момент Когда мне Это было важно Вот И на сегодняшний день Я благо Что Когда моя мама Выходит в город И говорит о том Что Где-то там На маникюре Или там На педикюре Сидя Говорит о том Что у нее Дочка работает В биокуклах И все Мы подписаны Мы подписаны Мы же смотрим Да Поэтому У меня очень молодые родители И Я бы была рада Например Если бы они пришли Ко мне на шоу Просто они в другом городе Нету такой возможности Вот Но Я всегда очень за У меня Весь дом В принципе Обвешан Плакатами И картинами Там Разных Под подарками Подаренными Какими-то там Картинами Со мной С оголенной грудью Журналы Везде стоят Поэтому Когда мои родители Приезжают ко мне в гости У меня Нету такой надобности Что Надо все Паховать Потому Сейчас мамка Сейчас папка С ними трюмение Схлестает меня Прямо посреди квартиры Это классно Когда родители поддерживают И Я так хочу тебе задать Этот заезженный вопрос Почему Ты была Рыженькая И тут резко Такой Зелен цвет Что должно было Случиться Чтобы ты так Кардинально Поменялась Ну Наверное Одно из самых Таких Кардинальных Решений За мою жизнь Потому что Я все-таки Зеленая Уже Три года Почти Вот Я По собственному Желанию Как бы Хотела Такой цвет Волос Еще с детства Вот И так получилось Что я пришла На одну из процедур В салон Вот И познакомилась С очень крутым Мастером Вот Со звездным Мастером Который посмотрел На меня Ты не хочешь Что-то поменять В себе А у меня Как раз Такой Период был Когда я меняла В своей жизни Наверное Все Вот Ну и У меня был Разрыв отношений Я такая Думаю Так Квартиру поменяла Место поменяла Вот Что-то там Короче Поменяла Думаю А фига Ну-ка Я себе Зеленые волосы Главное Что не кара Знаешь Как говорят Главное Что не кара И все Вот И Ну в принципе Я не могу сказать Что Это из-за отношений Там Вот Это скорее всего Что была моя Такая Мечта детства Потому что Я еще в детстве Хотела очень Покраситься В зеленый цвет Но На тот момент Не было Когда я росла Это были 90 И на тот момент Не было Хорошей краски Чтобы мне мама Сказала Что Так Я не безопас Я В спокойствии За твое здоровье И за то Что ты завтра Без ожога Третьей степени На голове На голове Проснешься Вот Она меня Выкрасила В розовый Когда-то В детстве Вот Я очень сильно Хотела Но все-таки Зеленый цвет Волос У меня Такая Вот Мечта Была Короче Пришел тот Момент Когда я Бросила Мужчину И решила Пора Осуществлять Свои мечты И смогла Себе позволить Опять И смогла Себе позволить Вот Поэтому Да Так и произошло Ну слушай Это часть твоего Имиджа Мне кажется Это часть Часть тебя Без вот этих Зелезных полок Мне кажется Тебя не узнают Сейчас Ну я бы Я даже бы Сама себя Наверное Не узнавала бы Все-таки Я очень Гармонично Себя с ними чувствую И не могу сказать Что Например Мне когда-то Говорила Я не помню Что Вот А когда Ты закончишь Эту работу В клубах Вот А когда Ты устроишься На нормальную работу Один из главных Вопросов И когда Ты уже будешь Нормального цвета Что это Вообще С тобой Вот И когда Мне задают Такие вопросы И даже не знаю Что ответить Потому что Для меня Нормальный цвет Сейчас у меня Для меня Нормальная работа Это моя работа Ну ты привыкли Шаблонами думать Поэтому Знаешь Мне тоже Когда говорят А что ты там делаешь Я говорю Ну это когда Ты развлекаешь людей Вот Это что Работа такая Ага Знаю Знаю Да Ну как бы Люди работают В этом Ну то есть Это знаешь Это такое Когда ты на фрилансе Люди немного Это не понимают И они Ты должен С 9 до 6 Отработать Все Их не волнует Что ты на фрилансе Гораздо успешнее Больше зарабатываешь Больше себе позволяешь И так далее Чем если Ты ходишь На работу С портфеликом Каждый день Зато стабильность И пенсийный фонд Я вот не знаю До пенсии Я доживу Или не доживу И будет ли это пенсия Когда я буду Пенсионным возрасте Я не понимаю Зачем сейчас Об этом париться Вот есть у меня Конечно Такие знакомые Которые говорят Я работаю Потому что я откладываю На пенсионный фонд А я сейчас смотрю На пенсионеров На наших Которые В принципе Себе там Ну очень Очень все печально И плохо И ты думаешь Господи Неужели я должна Отработать на государственной работе Ради вот этого вот Всего Чтобы получить это в старости Я лично не думаю Вообще Что я буду Как бы В этой стране Или в какой-то другой У меня нету никаких планов Именно до Своих 70 лет У меня есть планы На ближайшие Несколько лет И я знаю Чем удивить А какие планы? Мы расширяем Шоу свое Вот И один из главных Да Один из главных Вот Первая такая Сказать Ступень к расширению Это Создание шоу Девушка в бокале По мотивам Диты Фантис Вот У нас работает гимнастка У нас работает Девочка топлив В шампанском Или в мыльной воде Вот В метафане Она работает залом Вот Поэтому Это первая вещь Которую мы создали Для того Чтобы расширить Своё шоу И выйти за рамки Вот Именно восприятия клубного Потому что Если мы работаем Все кто видят нас в клубе Все видят Как мы работаем в клубе Но в клубе Клуб заказывает шоу Очень редко Шоу мы работаем На закрытых мероприятиях Там где мы В полной мере Можем себе Позволить Так сказать Показать Все на полный бюджет Все что мы умеем Да Да Вот Ну и второй Второй Шаг К расширению Это у нас Приветственные Девушки Девушка фуршет Вот Когда девочки Да Да Это хостес Вот Когда девочки Встречают гостей И у них в платье Монтированы бокалы шампанского То бишь Можно прям с платья Вот Пить Наслаждаться И Да Видела картиночку Такую Когда мое Идеальное Платье на свадьбу Где Куча бокалов Шампанского Да 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 Вот Такого плана Мы делаем Сейчас Ну как Уже Сейчас Уже Делаем Три месяца Вот Но Как бы Есть очень много Аспектов Когда ты Не можешь Все это Быстрее сделать Потому что Над этим Работает Куча людей Все там Да Есть все таки Да Есть все таки Зависимость От Подрядчиков Конечно же Но у нас Очень крутая Команда Поэтому я их Не тороплю Я знаю Что они сделают Качественно И я буду Потом довольна Не надо Вот это Вот суетиться Все делаем Размеренно Да И очень много Планов Чего можно Еще осуществить Что можно Сделать Вот Кроме того Что Да У нас Две девочки На клубной сцене Выступают Я же так говорю Это больше Как потанцовка Это как Пиджей Шоу Ну да Это Лед Пиджей Шоу Вот Который стоит Друзья Достаточно Недешево На секундочку Ну даже В таком формате Вот Все таки Я ценю Свой труд И никто Не хочет Ну и в принципе Своим Так сказать Примером Я Показываю Что у нас В Украине Все таки Могут клубы И могут люди Платить За хороший продукт Вот За качественные продукты И повышение цен Это всегда Хорошо Не только для нас Но и для всех Кто работает С артистами Клубными Потому что Если клуб Может нам платить Значит и другие Артисты Тоже могут Поднимать Свои гонорары И для меня Это всегда Радостно Потому что Я все таки За то Чтобы Все мы хорошо Зарабатывали И Да Чтобы Не думали О том Что Вот Может Вообще Сегодня Не пойти Копейки платят И так далее Потому что Когда я начинала Работать Пиджейкой 12 лет назад У меня была Зарплата 60 гривен Да 60 гривен Вот Это 2007 Это сейчас Сколько Да 12 лет Вот И вот Тогда Вот это Была Беда Когда Ты думаешь В том Что Так Я заплатила 40 за дорогу Такси Вот И у меня Осталось 20 20 Ну А тут Развиваться Хочешь Ну Конечно И еще Было Условия От клуба Каждый месяц Новый костюм И ты приходишь Такая Думаешь Господи Вот Я сейчас Придумаю Что Мне казалось Что Знаешь В тот момент Можно было Ходить Шелковицы Трясти Чтоб Шелкопряды Вот Падали И просто Тебе Дома Создавать Какую-то Фабрику Чтоб Тебе Ткани Как-то Выдавали И шелкопряды В этом Все Потому что Вообще Ну Непонятно Ну Вот Как Можно Было За эти Деньги Вообще Хоть Что-то Делать Умудрялись Делать Потому что Были Такие Времена Сейчас Я рада Того Что Я взрослая И Могу Позволить Себе Купить Дорогую Ткань И могу Так Сказать Вести Не то Чтобы Вести Вот А Ити В той Тенденции Что Все Такие Ребята Давайте Не будем Экономить На Артистах Хотите Красиво Создавайте Условия Все Поднимать Нет Давай Так Те Кто Работают Годно Те Кто Работают Те Кто Реально Парятся На Своей Работы Вот Артистам Тем Платите Те Кто Просто Пришел И Работает На Ад Давайте Скажем Пока Потому что Должны Быть Хорошие Потому что Наша Индустрия Друзья Она Очень Это Сложная Индустрия Даже Если Вот Работать Просто Один Человек Там Например MC Или Диджей Вот Кто Бо Ни Был Все Равно Ты Понимаешь Сколько Нужно Приложить Усилия Для Того Чтобы Правильно Работать Нужно Закончить Например Диджейские Курсы Школу Купить Себе Аппаратуру Знаете Есть Такая Недавно Встретила Картинку Очень Смешную Когда Музыкант Это Тот Человек Который Собирает Аппаратуру За 5000 Долларов Ложит Ее В машину За 5000 Долларов И едет Зарабатывать 50 Долларов За 100 Километров Это Очень Очень Большая Правда Потому Что Отбить Все Что Ты Вложил Это Просто Не Один Год И Даже Да Поэтому У нас Конечно Ребята Такие Говорят Халтурка Вот За Это Слово Я Бо Отрезала Язык Потому Что Нельзя Так Относиться К своей Работе Вот Пока Ты Относишься К своей Работе Вот Пока Это Халтурка Пока И Такие Гонорары Ну Вот Как И Платят Как За Халтурку Ты Не Главный Гость Программы Не Супер Звезда Этого Вечера Ты Просто Халтурщик На самом деле Реально Очень Приятно С тобой Очень Очень Приятно Взаимно Я Реально Понимаю Что В этих Интервью Я Реально Понимаю Что Люди Настолько Пашут Над Собой Настолько Пашут Над Тем Что Они Делают Что Ну Просто По Другому Вот Никак Если Посмотреть Друзья У Нашей Клубной Индустрии Есть Будущее Я Вам Скажу Очень Хорошее Будущее Если Отсеются Халтурщики Все Аль Спасибо Тебе Большое Я Очень Жду Твоего Нового Шоу И Я Хочу Чтоб Твое Вдохновение Никогда Никуда Не Пропадало Нам Будет Скучно Спасибо Тебе Огромное Хорошего Вечера Нам Хорошего Вечера